Здравствуйте, информационный вектор эфиру канала ПС придаст программа в центре внимания. Сегодня будем говорить о высшем образовании. Дело в том, что 8 июня Северный Арктический Федеральный Университет имени Ломоносова будет отмечать свой первый юбилей. Вузу исполнится 5 лет. Впрочем, за праздничные даты незабудимые о рабочих буднях вскоре стартует приемная кампания. О ее нюансах я предлагаю расспросить начальника управления профориентации и трудоустройства, ответственного секретаря приемной комиссии САФУ Наталью Галеву. Наталья Евгеньевна, добрый вечер. Здравствуйте. Учебных заведений много, выбор более чем широк. Что выделяет САФУ, на ваш взгляд, из списка других вузов? Действительно, пятилетие САФУ — это не только время для поздравлений, это отличный повод посмотреть, как сегодня САФУ выглядит на образовательной карте России и мира, и назвать те преимущества, конкурентные преимущества, которые наш университет отличает среди многих других. Давайте назовем. Да. Я считаю, что это, возможно, три главных преимущества. В первую очередь, это статус, статус федерального университета. Таких университетов в России 10. Это, безусловно, огромные возможности для наших студентов и для тех, кто работает в университете. С другой стороны, это очень высокий уровень ответственности. И это возможность реализовывать проекты самые смелые, такие как, например, Арктический плавучий университет. Второй аргумент — это, конечно, наш арктический вектор. Мало какой университет отличается своим таким лицом, имеет свою фишку, и это нашему университету присуще. Это отмечают не только в нашем регионе, это отмечают не только в нашей стране, но и даже в мире. Действительно, Арктический университет сегодня — это университет не только российского масштаба, а мирового. Арктические программы в нашем университете, особенно магистерские программы, действительно имеют такую специфику, особый арктический вектор, и пользуются спросом не только среди жителей России, но и среди абитуриентов из других стран. То есть эта самая подготовка кадров для работы на севере, она уже внедрена? Безусловно. И миссия нашего университета — подготовка высококвалифицированных кадров для работы на севере, для работы в Арктике. Но мы немного вперед забежали. Для тех, кто попытается стать этими самыми кадрами, давайте об этом поговорим. Сколько в этом году бюджетных мест? Количество бюджетных мест с каждым годом растет, увеличивается. Если назвать общую цифру, то это 3312 бюджетных мест. Согласитесь, это очень много. В том числе 575 бюджетных мест на программы среднего профессионального образования. У нас три колледжа в составе университета, напомню. И что касается высшего образования, то это 2737 мест, в том числе 68 мест в аспирантуру. То есть вы сказали, что тенденции к сокращению нет, но есть тенденция к росту. Тенденция к росту. Сегодня как раз пришло уже количество бюджетных мест на 2016 год. И снова мы видим увеличение количества бюджетных мест. Действительно, сегодня заказ государства на подготовку специалистов федеральных университетов действительно очень и очень большой. Я думаю, кто поступал, вспомнят, что всегда помимо бюджетных мест есть такая строка «целевой прием». Несколько слов об этом. Каковы места? Да, квота целевого приема определена министерством. На прошлой неделе мы получили информацию об этом. 10,5% от бюджетных мест на направление бакалавриата, специалитета и магистратуры — это целевые места. Подробно, на какие направления, формы обучения целевые места выделены, можно посмотреть на сайте нашего университета. И сейчас как раз мы заключаем договоры с организациями, органами управления власти на целевую подготовку в САФУ. Заявок достаточно много, поэтому предлагаем организациям, органам управления власти сейчас заключить договор тех, кто сделал предварительную заявку. А кого можно считать вашим постоянным партнером, если говорить о целевой подготовке? Если это такое направление, как педагогическое образование, то, безусловно, это и управление образованием муниципалитетов, это и школы, и детские сады. Мы можем напрямую с ними заключать договоры. Что касается подготовки инженерных кадров, то, конечно, здесь наши заказчики, скажем, да, это машиностроительные предприятия Северодвинска. Есть заказы из других регионов, из Республики Коми, в частности. Очень большая заявка из Ненецкого автономного округа. Там, наверное, речь о нефтябниках идет, не? Из Ненецкого автономного округа очень большой спектр. Это и педагогическое образование, и юриспруденция, и, естественно, технические, и, естественно, научные направления подготовки. Очень большой спектр. Заявка, да, такая комплексная. Есть ли какие-то преимущества у талантливой молодежи при поступлении в САФУ? Безусловно, хотелось бы видеть среди наших студентов ребят талантливых, тех, кто достиг определенных успехов, участвуя в Олимпиадах, победители, призеры Олимпиад, всероссийского, международного уровня. Таким ребятам мы предлагаем поступать в наш университет без вступительных испытаний в том случае, если направление подготовки соответствует профилю Олимпиады. Или засчитывать за 100 баллов как максимально возможный результат по тому предмету, по которому они участвовали в Олимпиаде, при поступлении на места другого профиля. Ну и кроме того, для таких талантов в университете существует программа поддержки, стипендиальная программа первокурсник 5.0. Когда наши талантливые первокурсники получают стипендию, которая в несколько раз выше, чем стипендия у студентов, которые не достигли таких результатов. Тоже можно об этом посмотреть подробнее на нашем сайте в разделе «Поступление». Давайте сразу назовем сайт narfu.ru, это сайт Северного Арктического Федерального Университета. То есть там есть специальная, несомненно, думаю, колонка, специальный раздел, посвященный поступлению. Поступлению, он так и называется. Если говорить о чуть более высшей ступени, о магистратуре, то есть каковы возможности у тех, кто соберется продолжить образование? Да, это очень интересная тема, это, по сути, для России новый тренд. Пока еще недостаточно может быть воспринимаемым нашим сообществом, работодателями. Но, тем не менее, все больше и больше интереса у россиян именно к этому уровню высшего образования. Это второй уровень, следующий за бакалавриатом. Ну, напомню, что бакалавр в переводе означает «холостяк». Кто хочет жениться на высшем образовании, должен быть магистратурой. А магистр, на минуточку, это мастер и даже немножко волшебник. Поэтому даже темология этого слова, она подсказывает о том, что действительно магистратура дает очень большие возможности. И тот, кто закончил магистратуру, получил диплом, стал магистром, имеет право преподавать в университете, заниматься научной деятельностью. И сейчас уже во многих случаях требования к определенным должностям — это уровень образования, специалитет или магистратура. Бакалавриата недостаточно. Кроме того, магистратура — это прекрасная возможность изменить несколько направлений подготовки. Скажем, бакалавриат — это, может быть, одно направление и совершенно иное, ну или где-то рядом стоящее направление магистратуры. В этом году 30 направлений подготовки магистратуры в САФУ и 56 программ. Программ есть много уникальных. Часть программ, а именно 14, имеют арктический вектор. Поэтому я предлагаю обратить внимание, может быть, не только нашим амбитуриентам, а их родителям, учителям, нашим работодателям. Ну и сегодняшним студентам, САФУ. И сегодняшним студентам, нынешним выпускникам, выпускникам этого года и на будущее выпускникам следующих лет обратить внимание на магистратуру. И, например, у вас, Александр, диплом о высшем образовании есть, квалификации. У меня как раз квалификация инженера. Инженер. То есть вот мы с вами, а у меня тоже есть диплом высшем образовании, квалификация учитель. Мы с вами можем претендовать на бюджетные места в магистратуре. То есть возрастных ограничений там никаких? Возрастных ограничений нет. Нужен диплом о высшем образовании. И желание. Желание и портфолио. — Какие придется вступительные испытания пройти? — В магистратуру это конкурс-портфолио. Конкурс-портфолио, портфолио — это набор ваших достижений. Структура портфолио, также представленная на нашем сайте, она несколько отличается в зависимости от направления подготовки, поэтому есть описание программ магистрских и рядом структура портфолио. — Ну и традиционный вопрос, когда же, собственно говоря, стартует приемная кампания, когда людям уже нести документы, кто, я так понимаю, желающий стать студентом, а кто и магистрантом? — Для всех начинается прием 19 июня. 19 июня приемная комиссия по адресу Набережная Северной Двины, 17, в Архангельске, центральный офис, главный корпус САФУ, также начинают работу приемной комиссии в филиалах в городе Сифродвинске и в Коряжме. И все вопросы, я думаю, если возникнут у наших зрителей, можно задать по телефону 21-61-63 или написать по электронной точке адрес прием собаконарфу.ру. Пожалуйста, приходите, будем рады вас видеть в нашем университете. — Перед тем, как попрощаться, я хочу уточнить, звонить по телефону и писать по электронной почте можно с 18 июня, или уже сейчас вы работаете и готовы проконсультировать абитуриентов? — Уже сейчас и весь год мы отвечаем на звонки, отвечаем на письма, общаемся в режиме онлайн посредством скайпа с нашими абитуриентами. Можно звонить сейчас. Каждый день раздается множество звонков и из Архангельска, и из других городов, не только нашей области, но и России. Например, вчера был звонок из Калининграда. Желает выпускник одной из калининградских школ поступить в наш университет. Вчера мы разговаривали с Наринмаром, вчера мы разговаривали с Вельском. То есть каждый день действительно очень много поступает звонков, сообщений, и география очень широкая. Ну и, безусловно, к нам обращаются студенты или школьники из других стран, которые желают стать или магистрантами в нашем университете, ну или получать первое высшее образование, бакалавриат. — Скорее всего, это страны Баренцева региона, да? — Это и страны Баренцева региона, и, безусловно, это страны СНГ, и страны Азии, страны дальнего зарубежья. И даже это Америка, да, и здесь география, конечно, весь мир. — То есть за пять лет, вот как раз мы начали с темы юбилея, то есть за пять лет САФУ выстроил такую серьезную систему взаимодействия не только внутри региона, да, не только межрегионального, но и по всему миру вы работаете? — Безусловно. Действительно, сегодня САФУ — это не региональный университет. И даже не просто российский университет. — И даже не федеральный, получается, да? — Это федеральный. Но тем не менее, благодаря вот этому арктическому вектору, действительно, мы стали университетом, известным в международном образовательном пространстве. И, скажем, у нас есть программы, которые реализуются только на английском языке. Четыре магистрские программы. И здесь учатся и наши ребята, и учатся очень много иностранцев. — То есть, если подытоживать, ВУЗ федеральный, но с международным статусом? — Ну, если говорить об официальном статусе, конечно, федеральный ВУЗ, да. Но если говорить по сути, да, сегодня это ВУЗ… — Де-факто, что называется. — Да. — Спасибо большое. У вас с наступающим праздником. И я хочу, чтобы весь целевой прием, не только целевой, бюджетный прием, вам удалось выполнить 100%. — Спасибо. Приглашаем всех. И те, кто, возможно, не попадет на бюджетные места и захочет продолжить обучение или начать обучение по договору, я думаю, что это тоже будет хорошая инвестиция в свое будущее. Поэтому действительно мы приглашаем всех, проконсультируем по любым вопросам, которые касаются приема в университет в этом году. — Спасибо большое. — Спасибо. Сегодня в центре внимания была начальник управления профориентации и трудоустройства, ответственный секретарь приемной комиссии САФУ Наталья Галева. На этом все. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok